Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня вечер, воскресенье, завтра к нам возвращаются фондовые рынки. Ну и давайте сегодня поразмышляем, какие вести нам это событие принесет. Полистаем основные новости, которые случились на прошедшей неделе и которые влияют на текущую экономическую и политическую ситуацию. Посмотрим на стоимость основного сырья, на стоимость нефти, золота, биткоина. Посмотрим, как чувствуют себя валюты. Ну и, естественно, поразмышляем, попрогнозируем, чего нам ожидать от ближайшей торговой недели, ну и вообще от ближайшего времени. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали! Ну, наверное, главной новостью для нас и политической, и экономической, и какой угодно, была встреча двух президентов, которая состоялась 16 числа в Женеве. Байден и Путин мило побеседовали. Об этом уже очень много сказано, и мной в том числе, так что я, друзья, сегодня особо повторяться не буду. Ну, если кратко, тезисно, Байден, разумеется, после этой встречи говорил очень сдержанно. Американцы ни в коем случае не изменили отношение к России после проведенных переговоров. Мы для них по-прежнему опаснейший враг, очень непредсказуемый, очень коварный. Они считают, что лучше держать нас на вот таком вот небольшом поводке, хоть время от времени с нами беседовать, проводить какие-то диалоги, консультации, ну, чтобы мы совсем не ушли в неадекват, не сблизились с Китаем, ну, и не стали реальной военной угрозой. Ну, а наш лидер, разумеется, тоже невысокого мнения, я уверен, и о Байдене, и об американской системе. Короче, противоречия, которые были, они сохранились. Да, вероятно, будут сделаны некоторые очень умеренные шаги навстречу. Вернут послов, поговорят про каких-то совместных проектах, обсудят, возможно, там, какой-нибудь Иран, Сирию, Израиль, климат и все подобное. Но при этом никакого потепления не случилось, не случится, друзья, и весь хороший сигнал, который от этой встречи был заложен в стоимость рыночных бумаг, российский, главным образом, он исчерпан. Больше эту тему мы не касаемся, мы ее перелистнули, ну, и надо признать, что позитивный импульс был во многом переоценен. Событие куда более важное, которое, ну, в частности, в России прошло практически незамеченным. В общем, в тот же день в Америке стояло заседание Федеральной резервной системы, и там Центробанк хоть и сохранил практически нулевые ставки 0,025, но звучит все больше мнение о том, что ставку скоро поднимут. Это означает, во-первых, что американцы не удовлетворены высоким уровнем инфляции, темпы роста экономики начинают уже немножко поддавливать, и поэтому они обязаны принимать меры. Это значит, что будет сворачиваться, постепенно сворачиваться система помощи, экономической помощи, бизнесу уже не будут выделяться такие большие бабки, они будут печатать в таком количестве доллары, и это означает, что доллар в ближайшее время может расти в цене. Вот это основные моменты, то есть пока еще ставка сохранена, но на ближайших заседаниях они могут начать постепенно ее поднимать, и это важный сигнал, на который рынки отреагировали незамедлительно. Вот что пишет на эту тему Rambler. Полагаем, что дальнейшее укрепление рубля к доллару будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, который получил поддержку после прошедшего заседания ФРС. Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы. Тем не менее, сильный доллар на мировом валютном рынке не означает слабый рубль. Это часто понятия между собой не совсем связанные. Так вот, поддержку рублю на предстоящей неделе окажет пик июньских налоговых выплат. В пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы. По нашим оценкам, суммарный объем выплат составит около 1 триллиона рублей. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, ну и, соответственно, повысится спрос на рубли. Ну и также в пользу рубля по-прежнему будет выступать пониженный спрос на валюту из-за частично закрытых внешних границ. Также поддержку рублю, вероятно, окажет постепенное снижение геополитической премии в ценах российских активов на фоне ожидаемой умеренной нормализации дипломатических отношений России и США после прошедшей встречи. Ну, по нефти сигналы довольно сдержанные и эксперты полагают, что, возможно, коррекция, главным образом связанная с усилением доллара. Наиболее важный фактор ястребиный сигнал от ФРС, пишет Рамблер, который существенно укрепил доллар и привел пока к относительно небольшому снижению нефтяных котировок. Очевидно, что переосмысление неожиданной жесткости риторики ФРС займет какое-то время, поэтому нефтяные цены будут под давлением в ближайшую неделю. Дополнительный негатив исходит со стороны новостей о том, что США и Иран продолжают продвигаться в формате новой ядерной сделки. Ну, то есть нефть, мы ожидаем, может быть, ближе к 70, но не ниже 70. Ну, вот эксперты полагают, что по российскому рынку текущая просадка может в ближайшие сессии быть частично выкуплена, но здесь много неизвестных, один из которых это, конечно же, коронавирус. И в России мы видим ситуацию в последнее время сильно усложняется, многие регионы вводят обязательную вакцинацию, ну и, разумеется, в мире это тоже оказывает негативный момент. Если вновь сейчас будет ограничиваться авиасообщение и иное транспортное сообщение, это все ударит по стоимости нефти, это все уменьшит спрос на нефть и нефтепродукты, к чему это может привести, мы прекрасно помним 2020 год. Золото последние пару месяцев изобразило вот такую любопытную загогулину, начиная с конца апреля по начало июня золото хорошенько выросло, даже перешагивало за 1900, но потом вновь пошло вниз и вот мы видим последнее время золото опять прилично просело. Сейчас тройская унция стоит 1764 доллара, очень любопытно, как золото поведет себя дальше. Ну, наверное, правы были те, кто на уровнях 1900 плюс советовали фиксировать, ведь золото пока закрепиться сильно высоко не может. Нефть бренд пока еще стоит 73.24, но это стоимость на вечер воскресенья, что будет на следующей неделе посмотрим, очень интересно, но как будто по нефти действительно наметился некоторый коррекционный разворот, посмотрим. Российская Юрлс 71.65, ну и вот на минутном таймфрейме очень хорошо видна просадка, которая началась как раз с середины прошлой недели. Биткоин продолжает находиться в боковике после обвала, который завершился в 20-х числах мая и котировка, несмотря на попытки пробить вот эту просадку, по-прежнему никак не может выйти за диапазон выше 40. На сегодняшний момент, а биткоин сегодня тоже торгуется, 35.371 за монету. На рынках начинаем с индекса РТС, он за 5 дней потерял 1.21%, тем не менее за месяц он по-прежнему в отличном плюсе, плюс 3%. За прошедший месяц лучшая российская бумага это Тинькофф плюс 23.3, на втором месте Транснефть плюс 23.1, в пятерке Лукойла, Глобал Транс и Алроса. Худшие акции это НЛМК минус 5, Норникель минус 8, Полюс минус 8.4, Северсталь минус 10.8 и Полиметалл минус 10.9%. Если мы глянем на картину с начала года, то и здесь лидер Тинькофф плюс 143, в пятерке Пик, Фосагра, Русал и Алроса. А вот аутсайдеры это ЛСР, Х5 Ритейл, Петропавловск, Мэйл и Россети. Ну принято считать, что докупаться надо наиболее просевшими акциями. Так что вот вам, друзья, пожалуйста, компании, которые сейчас в явном кризисе. Но понятно, что докупать просто самые худшие акции это не всегда хорошая инвестиционная идея, потому что они могут и продолжить это падение. Надо разбираться в его причинах и смотреть на фундаментал. Дальше индекс S&P. Тут тоже все грустно. За 5 дней минус 1.75. А вот за месяц, друзья, значительно скромнее. На американских акциях можно было заработать лишь 0.18%. Несмотря на последние метаморфозы, российский рынок значительно обогнал американский. Но, друзья, во многом я это связываю с оптимизмом от предстоящей встречи Путин-Байден. Сейчас встреча прошла, оптимизм поубавился. И мне кажется, российские рынки уже такого профита нам не покажут. Ну и вот то, о чем мы говорили про валюту. Это график доллара к британскому фунту. Ну, считай, к мировой корзине валют за прошедшие 5 дней плюс 2.25 в пользу доллара. Ну и вот так выглядит этот рост на месячном графике. За месяц плюс 2.66. Тенденция, о которой сейчас все пишут и говорят. Доллар может расти и впредь. Ну и давайте посмотрим, что с рублем. К евро все неплохо. Евро за неделю потерял к рублю более 1%. И торгуется уже по 86.38. За месяц падение валюты к рублю продолжается. Евро потерял 4.16%. Если мы посмотрим на годовой график этой пары, то евро по-прежнему плюс 10. Но, друзья, скоро картина изменится. Потому что из графика уйдет вот этот вот рост, который закончился, ну можно сказать, в августе 2020 года. И как только мы вот эту часть графика перешагнем, то дальше картина может измениться наоборот в сторону коррекции евро. Ну а вот доллар, смотрите, напротив, за неделю укрепился. 1% 72.85 он сейчас стоит. За месяц минус 1.15. И за год доллар подрос к российской валюте на 4.46%. Ну что, друзья, резюмируем. Так что же будет дальше? Ну первое, мы не забываем, что у нас продолжается дивидендная пора. А значит, в ближайшее время мы вновь увидим очередные гэпы. Я посмотрел, что лишь по моему портфелю мне заплатят дивиденды то ли 6, то ли 7 эмитентов. Это достаточно много. Да, будут хорошие дивиденды у меня по российским только акциям, там около 8, по-моему, тысяч. Но понятно, что и просадки будут приличные по тем бумагам, по которым эти выплаты я ожидаю. Друзья, что касается в целом ситуации, не исключено, что в начале торговой сессии мы действительно можем увидеть отскок, потому что просадка и по России, и по Америке в четверг, в пятницу была очень серьезная. Но в целом, если мы смотрим на дистанцию всей следующей торговой недели, у меня ожидания не очень оптимистичны. Я все-таки полагаю, что вот этот тренд, красный тренд, который мы сейчас наблюдаем, медвежий рынок может пока продолжиться. И тому есть несколько причин, о которых мы поговорили выше. Во-первых, это ставка ФРС, это укрепление доллара, это возможная коррекция по нефти, которая за всем этим последует, ну и ухудшение эпидемиологической ситуации с ковидом, во всяком случае у нас, в стране, что тоже может негативно сказаться на настроениях инвесторов. Вот так вот, друзья, пока просвета в конце туннеля особого я не вижу, но и особых причин для паники тоже, во всяком случае, речь не идет о каком-то глобальном обвале и рецессии. Нет, мы можем потоптаться на месте, ну и с учетом дивидендов, опять же, хочется надеяться, что все-таки июнь мы закроем в плюсе, но если этого не случится, то и унывать особо тоже не будем. Лето традиционно для инвестора пора такая достаточно сложная, поэтому к этому надо относиться нормально, а вот на просадках, которые случились наподобие той, которые были в конце прошлой недели, наоборот, надо докупаться, поэтому, друзья, сейчас время хороших возможностей, получили зарплатку, прекрасно знаете, что с ней делать, часть отложили и забросили в просевшие бумаги, это очень неплохая инвестиционная стратегия. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вам вечера, воскресенья, завтра, друзья, с нетерпением ждем футбол в исполнении российской сборной и верим в победу. На рынках встречаемся завтра, доброй ночи, пока-пока.